Она была в Киеве. Я знаю, что у вас есть дочь. Посмотрите мне в глаза и скажите, как вы спите по ночам, зная, что российские бомбы и пули убивают детей? Ну, я ничем не могу сказать дополнительно к тому, что я уже сказал. Любая, любая человеческая жизнь бесценна. Любые боевые действия сопряжены, к сожалению, с жертвами, и не только среди военнослужащих, но и среди мирных граждан. Наши военнослужащие, которые участвуют в специальной операции, они имеют жесткий приказ использовать только высокоточное оружие для подавления. Вы говорите высокоточное оружие, но сотни мирных граждан уже погибли. Сейчас Международный уголовный суд начинает расследование. Вы готовите свою стратегию обороны и защиты в суде по военным преступлениям? У вас будет наверняка аудитория, вы будете даже эту аудиторию заводить так эмоционально. Это ваша работа, как я понимаю. Это не столько средство массовой информации, сколько инструмент вбивания в головы людям того, что нужно западным руководителям. Я еще раз хочу сказать, не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц. Но не мы придумали выражение «collateral damage». Его придумали наши западные коллеги во время своих авантюр и в Ираке, до этого в других странах, и в той же самой Латинской Америке, в Ливии. Вот вы хоть раз с таким же надрывом эмоциональным освещали ситуацию, как она развивалась в Ираке и в Ливии, когда сотни тысяч погибших среди гражданских людей находились. Я не помню. Поэтому я вижу, что ваш вопрос такой риторический. Да, абсолютно.